Всем привет! Это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru. Сегодня сюжет про Равшана Джаниева, известного под прозвищем Равшан Линкаранский. Был довольно влиятельным вором в законе. И это несмотря на то, что его отец Рафик работал в милиции в Линкаране на юге Азербайджана, как раз в отделе по борьбе с бандитизмом, был майором. Родной дядя по матери также был сотрудником милиции. Причем на службе Рафика Джаниева ценили. Еще при СССР он отметился, что со своей опергруппой разоблачил банду расхитителей, как тогда называли такие группы. А с распадом Союза и переименованием азербайджанских милиционеров-полицейских возглавил расследование против одной из группировок, уже работая в отделе по борьбе с организованной преступностью. Как говорили знающие семью Джаниевых люди, отец был для Рафшана идеалом мужественности. Именно на него и старался походить Рафшан. И перед ним не стоял вопрос, куда он пойдет после школы. Будучи подростком, он, вероятно, уже собирался продолжить династию. К тому же, учитывая его характер, можно было предположить, что из Рафшана действительно вышел бы отличный сотрудник полиции, как бы это сейчас странно не звучало. Но это все действительно так. Воспитываясь очень достойным человеком, который был эталоном для сына, естественно, что Рафшан на тот момент и не думал про криминал, с той его стороны, к которому будут последствия иметь самое прямое отношение. Как сказали знающие семью люди, отец рассказывал сыну про какие-то дела, связанные с его службой и поимкой преступников. Естественно, что в тот момент, будучи подростком, у Рафшана и мысли, вероятно, не возникало, что он пойдет другой дорогой. И в какой-то мере именно уважение и любовь к отцу спровоцируют все те события, которые в итоге и приведут Рафшана на самый верх криминального мира, если можно так выразиться. В 1992 году в разработку Крафику Джанееву попала преступная группа. В принципе, она вела свою деятельность еще с 90-го года и собрано было немало значимых доказательств в отношении ее бригадиров. Кого-то садили, кого-то отпускали, но по лидеру группировки никаких данных не было. Все, что удавалось собрать, странным образом исчезало. Уже потом стало известно, как все происходило. Когда Джанеев старший взял этого человека в разработку и получил первые сведения, которые действительно могли учитываться судом, к нему обратились определенные люди, которые предлагали решить все его финансовые вопросы. Взамен надо было просто уничтожить те сведения, которые он получил. Но майор отказал визитерам. Тогда начались открытые угрозы, после которых им же был задержан один из бандитов. Видимо, решив, что с принципиальным полицейским не договориться, лидер группировки послал уже не парламентеров, а киллера, который застрелил несговорчивого стража порядка. Рафшану на тот момент было 17 лет. Помимо того, что коллеги его отца поклялись найти убийцу, и сам Рафшан задумал месть. Задержать убийцу удалось в 1996 году, почти через 4 года. Как оказалось, Рафшан не отказался от намерения отомстить за отца. На суде киллер во всеуслышание заявил, что выйдет и покончит со всем родом Джанеевых. На одно из заседаний суда Рафшан принес с собой пистолет. И когда в очередной раз подсудимый начал угрожать, не стесняясь ни судей, ни прокурорских работников, Джанеев выхватил оружие, подбежав к убийце, выстрелил в него 4 раза. Ранения были несовместимы с жизнью. Рафшана тут же скрутили и отобрали пистолет. В этот день он не возвратился домой. Вместо этого теперь его ждала тюремная камера и суд. Впрочем, суд отнесся, как знаем, благосклонно к 21-летнему парню, осудив его на 2 года. Что интересно, находясь в заключении, Рафшан, во-первых, не был встречен с какой-либо агрессией, несмотря на то, что его отец был майором полиции и убил он члена группировки как раз в месяц за отца полицейского. А во-вторых, воспитанный на таких понятиях, как честь и справедливость, здесь он понял, что эти понятия четко соблюдаются уголовными авторитетами, которые, кстати, и постановили, так скажем, не трогать арестанта, оценив его поступок. Да и, как мне сказали, он бы не дал себя в обиду. В общем, в тюрьме Рафшан из-за своих убеждений и нетерпимости произвола приблизился к отрицалам, то есть заключенным, которые отрицали какую-либо власть администрации. И, выйдя на свободу, по сути, с волчьим билетом, Рафшан выбрал тот образ жизни и круг общения, с которым когда-то боролся его отец. После отсидки он перебрался в Баку, где его приняли в свои ряды люди, собиравшие дань с предпринимателей и прикрывавшиеся именем законника Чингиза Седова, земляка Рафшана. Естественно, что Чингиз был хорошо осведомлен о Рафшане, который получил прозвище уже Ленкаранский по месту их рождения. Кстати, оба являются талышами, это, к слову сказать, народ на Южном Кавказе, имеющий иранское происхождение. Сразу отмечу, что Рафшан не был рядовым боевиком. Он, как это говорят, разруливал проблемные ситуации. И из-за этого в дальнейшем будет вынужден скрываться от силовиков на протяжении ряда лет. Дело в том, что в начале 2000-х на почве дележки одного из бизнесов, переросшей в итоге в личную неприязнь, Рафшан убил своего оппонента, криминального авторитета Карамата Мамедова. Произошло это в июне 2000-го года в парке города Баку. По моим данным, Рафшан был один, а Карамата сопровождали охранники. Зная бесстрашие Ленкаранского и его принципиальность, он явно не собирался отступать, кто бы перед ним ни стоял. Поэтому после словесной перепалки и обоюдного оскорбления, Карамат, видимо, чувствуя в этой ситуации численное преимущество, полез в драку. Но Рафшан не отступил. У него тоже было преимущество, правда, выражалось оно в том, что неожиданно для всех участников потасовки он достал пистолет и расстрелял Мамедова. Скрыться с места убийства Ленкаранский не успел. Бойцы Карамата повалили его на землю и долго били. С черепно-мозговой травмой Рафшан был доставлен в больницу. Силовики недолго радовались, что преступника не надо было искать, так как врачи диагностировали у авторитета психическое расстройство, из-за чего он избежал тюремного срока. В дальнейшем Рафшана Джаниева отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда он выйдет на поруки матери, а затем благополучно сбежит, сможет перейти границу и в итоге осесть в Москве. Пересечение границы стало возможным, потому что он еще не будет объявлен в розыск. Лишь после того, как Рафшан окажется в Москве, его объявили в национальный розыск. Хотя стоит отметить, что российское гражданство он получить успел. Ну а затем по вышеуказанной причине был вынужден уйти на нелегальное положение. В Москве человек с такими лидерскими качествами пригодился все тому же Чингизу Седому, с подачи которого и произойдет воровской подход к своему земляку в июне 2001 года. Но самый пик влияния Рафшана на азербайджанскую диаспору пришелся на 2003 год, когда был убит еще один его крестный отец, так скажем, Сеймур Нардаранский, контролировавший торговцы зеленью в Москве и Подмосковье. Сеймур был очень дерзким вором, вместе с Экметом Мухтаровым контролировал ряд рынков. Но, как известно, за этот контроль идет постоянная борьба, выражающаяся в убийствах конкурентов. Как не сказали, камнем преткновения для Сеймура стал Драгомиловский рынок, территорию которого он делил чеченской ОПГ. Но оппоненты в итоге решили расширить сферу влияния, начались разборки. Впрочем, кто именно причастен к убийству Сеймура, произошедшего в клубе пещеры, неизвестно, но после этого рынок остался за чеченской ОПГ. В общем, территории убитого вора были перераспределены на одной из воровских сходок азербайджанских воров, и Равшан также получил под свой контроль часть территорий. Правда, спустя короткое время он начал сам расширять зону своего присутствия, не пожелав довольствоваться малым. Помимо рынков, Даним уплатили многие торгово-развлекательные центры и рестораны. Под свою крышу он начал ставить азербайджанцев, торгующих не только в Москве, но и ряде других крупных городов России. Особым вниманием была Свердловская область, где Равшан также стал навязывать свое покровительство соплеменникам, торгующим зеленью. Но и в других городах действовали группы, которые в какой-то мере были связаны с Линкаранским. Как мне сказали, в 2004 году даже в Туле к местным предпринимателям приходили люди кавказской наружности, которые посетовали, что необходимо заплатить определенную сумму денег для поддержки тюрем. И что в этих отчислениях заинтересован сам Равшан Линкаранский. Наверное, не стоит говорить, что предприниматели были азербайджанцами. Вообще, у Равшана были далеко идущие планы. Он понимал, чтобы заходить на новые территории, требовался аргумент, причем весьма весомый. Не поэтому ли вокруг себя он собрал людей, готовых выполнить любое его поручение. Например, Назим Гумбатов или Ульфат Тагиев, ну или Хаджиги Лаганский. И если первый так и остался киллером в бригаде Равшана, то двое последних получили от него так называемый воровской подход. Правда, это было после того, как они оказали Равшану кое-какие услуги на пути к власти. Кстати, Равшан торгово-продуктовую сферу дополнил строительным бизнесом, взяв под свое крыло предприятие по производству сухих цементных смесей. На этом поприще ему пришлось выдержать конкуренцию со стороны именитого япончика. Может быть, поэтому, в отличие от основной массы азербайджанских воров в законе, он сблизился с кутаистской диаспорой авторитетных грузин, противостоявшей деду Хасану и его сообществу. В 2007 году Равшан был вынужден покинуть Россию, так как его бригада все-таки попала в разработку правоохранительных органов, а вор, как известно, был к тому же в розыске. Поэтому, используя поддержку определенных людей, он перебрался на Украину, где были хорошие знакомые, пообещавшие, что организуют ему политическое убежище. Правда, ему пришлось заплатить за эту услугу. По информации нескольких источников, сумма, которую заплатили в Комитет по делам национальности, религии и миграции, была около 800 тысяч долларов. Финансовые возможности Ленкаранского это позволяли. Как известно, он контролировал большую долю рынка зелени в российских городах. А к примеру сказать, даже легальная часть рынка зелени с трудом поддается оценке, а теневой и говорить нечего. Разве что СМИ сообщали, что оборот одной только Бирюлевской базы составлял 9 миллиардов долларов в год и основной доход, помимо овощей, приносила именно зелень. А в Екатеринбурге прибыль Равшана от крышевания торговцев достигала несколько десятков миллионов рублей в год. Но на Украине Равшан задержался ненадолго. Генеральная прокуратура накрыла чиновников, которые организовали услуги по предоставлению политического убежища. В списках их клиентов оказался и Ленкаранский. Его задержали. Что интересно, незадолго до этого азербайджанские власти все-таки направляли запрос о выдаче им Джаниева. И после разоблачения всей вот этой схемы его выдали на родину, так как статус беженца он получил незаконно. 12 декабря 2009 года Джаниева осудили на 2 года и 9 месяцев за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Но этот срок он отбыл во время следствия. Поэтому его освободили из зала суда, после чего он вновь отправился в Киев. Но здесь его уже не ждали с распростертыми руками. Рафсана Ленкаранского задержали и выдворили из страны за поддельный паспорт. В Лукьяновском СИЗО амбициозный Джаниев успел вступить в конфликт с заехавшими ранее в учреждения Пичуга и Магала, не организовавшими должную его высокому званию встречу. После этого для Джаниева начался период зарубежных скитаний по теплым странам. С течения обстоятельств привели его в лагерь кутаиско-сухумской группировки грузинских воров, возглавляемой Тарой и Мирабом Сухумским, но и там Рафшан не стал просто пешкой. Этот союз требовался ему из-за конфликта с дедом Хасаном, с которым они и не могли поделить некоторые рынки. Впрочем, с Мирабом отношения вначале не заладились из-за стычки Рафшана с его братом Ливаном, которая вылилась для Ленкаранского в три ножевых ранения. Произошло это в июне 2012. Поводом для той разборки в Дубае, где оба пересеклись во время отдыха, стала дележка прибыли от Варшавского торгового центра в Москве. Как сказал источник, сперва между ними был разговор, который буквально в течение пяти минут перешел на повышенные тона. Ну а потом Рафшан попытался ударить Ливана. В запале тот схватил лежащий на столе нож и три раза ударил им Ленкаранского в живот. Рафшан выжил, но отношения с Мирабом после этого испортились, так как последний поддержал в их конфликте своего брата. Говорят, что в знак примирения и дружбы Ленкаранский подарил Мирабу шикарный дом во Франции. Впрочем, зная его финансовые возможности, здесь удивляться не приходится. В это время, пока оформляли все необходимые с домом документы, на Рафшана Джанеева было совершено покушение уже в Европе в сентябре того же 2012 года. Киллер стрелял в него из огнестрельного оружия, но ранения оказались не смертельными. Другой раз в Рафшана стреляли вставшим ему вторым домом в Стамбуле. Кстати, ближайшим соратником среди грузин для него стал Джема Микеладзе, очень близкий по взглядам и темпераменту. Тут, наверное, стоит заметить, что еще с 2003 года у Ленкаранского назрел серьезный конфликт с находящимся в азербайджанской тюрьме Надиром Салифовым, плоту Гули. Салифов никогда не считал Рафшана достойным воровских полномочий и в каждой маляве, что в тюрьме, что на волю, подчеркивал свое отношение к Ленкаранскому. Опять же, по моим данным, такое отношение началось только после того, как бригады Рафшана начали ставить под свою крышу земляков, многие из которых на тот момент платили группировке Гули. Решить этот вопрос ТТТ Салифов не мог по понятной причине, он находился в заключении. А Рафшан, по сути, имея высокий криминальный статус, отлучал бойцов Салифова с их мест. И Лоту Гули на тот момент мог только с помощью тюремных записок дискредитировать оппонента. Поэтому, когда Рафшан уже наметил для себя новые цели, в числе которых было несколько крупных московских и екатеринбургских рынков, контролировавшихся дедом Хасаном, появилась возможность у Салифового, так скажем, объединить свои силы с Асланом Усаяном и совместно выступить против Линкаранского. Но за Рафшаном к тому моменту был уже кутаистский клан. Вместе с Джемом, как известно, они в итоге вошли в авангард кутаистцев и сухумцев, противоборствующих деду Хасана. Ну а потом был убит дед Хасан. Ульфата Тагиева, кстати, упоминали в связи с этим убийством, что якобы именно он привез киллера к месту расправы. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но то, что он стрелял, уже имея ворские полномочия Вальхама Алиева, одного из соучредителей Люблинского рынка в 2013 году, это доказанный факт. Еще один интересный момент. Одно время Тагиева подозревали в убийстве приближенного к деду Хасана авторитета Ильгара Джабраилова по прозвищу Данабаш. Его бригада как раз собирала дань с рыночных торговцев в Москве, которых начал склонять на свою сторону Равшан. И 12 апреля 2012 года Данабаша расстреляли, когда он ехал на своем джипе Toyota Land Cruiser по столице. В дальнейшем Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности с помпой отчитались о поимке бандита, который убил помощника деда Хасана. Им и оказался Ульфат Тагиев. Но все-таки силовики поспешили, что-либо доказать не получилось. А в 2019 году в прессе неожиданно появилась информация, что Данабаш жив, а гибель свою инсценировал. В 2015 году в Чехии была зарегистрирована фирма Megacolor, учредителем которого является Ильгар Джабраилов. Фирма занимается продажей спиртного. Компания с таким же названием была зарегистрирована Джабраиловым и в России еще до 2012 года. Поэтому журналисты, как всегда, сделали выводы и предоставили сенсацию в своих репортажах. Но по данным источника, паспортные данные Джабраилова просто использовали другие люди, а сам авторитет действительно погиб 12 апреля 2012 года. Кстати, про Тагиева. Именно он был поставлен Равшаном, как смотрящий от него за рынками Зеленограда. Это было уже после убийства деда Хасана. Что касается второго законника из окружения Равшана, Хаджи родился в приграничном с Ираном районном центре Белаган, откуда и взялась приставка к его имени. Кроме того, что он был телохранителем Равшана и исполнителем ряда его деликатных поручений, связанных с физическим устранением непокорных людей, про него больше ничего не известно. Равшан, видимо, по-своему истолковывал критерии для принятия воровскую семью. Если раньше там присутствовали сплошь карманники, проверенные десятилетиями в тюрьме, а не сидевшим ни разу убийцам там не было места, то сейчас в результате трансформации понятий, идущих ногу со временем, подобное стало возможным. Плоту Гули, узнав в тюрьме о дубайской коронации, где и был воровской подход к кульфату и Хаджи, тут же вспомнил о прежних понятиях. Как только до него дошел прогон о коронации, он ответил на него своим, в котором выразил свое категорическое несогласие о случившемся. Но, как известно, Салифов был союзником деда Хасана и по-другому не мог воспринимать воровской подход своего врага, которым и был для него Равшан. Еще Гули считался главным вором во всем Азербайджане. Без его согласия не должно было появляться новых воров азербайджанцев. Но Равшана мнение закрытого на долгие года Гули мало интересовало. В общем, в середине января 2013 года от пули наемного убийцы в Москве пал дед Хасан, после чего влияние Равшана распространилось на некоторые территории, которые он ранее не мог взять под контроль из-за Усаяна. Но этот год принес ему и хлопот со стороны итальянских силовиков. Те активно расследовали уголовные дела, связанные с выходцами бывшего СНГ. И Джаниеву также нашлось место в досье, а впоследствии в ордере на арест. Его подозревали вместе с рядом других законников в умогательствах, отмывании денег и взяточничестве. 4 сентября 2013 Равшана объявили в розыск по линии Интерпола. Но уже в феврале 2014 Италия аннулировала свой запрос об объявлении Равшана Джаниева в международный розыск. В следующий раз итальянцы, получив новые данные, вновь объявили Джаниева в розыск уже в августе того же года и все по тем же статьям. Равшан, между тем, продолжал свое противостояние Слоту Гуля и терял людей. В 2013 году в азербайджанском городе Загаталы его люди нелестно отозвались о Салифове и те, недолго думая, расстреляли трех оппонентов. В итоге киллеров поймали и в 2014 году осудили. Равшана обходили серьезные стычки. Он обосновался в гостеприимном ему Стамбуле, куда потянулись на аудиенции авторитеты и воры, поддерживающие Джаниева. Здесь действительно все казалось безопасным. Буквально в течение одного года Равшан подчинился своих земляков. Как некогда япончик считался теневым хозяином Брайтон-Бич, так и Равшан Джаниев был теневым хозяином Стамбула. Но, по словам источника, по нему уже давно было вынесено решение. И не в связи с убийством деда Хасана, в котором подозревали Джаниева. Было еще одно убийство. Бизнесменом Булата Шамиль Аглу застрелили в Москве в марте 2016 года. В ночь на 16 марта он заехал на подземную парковку своего дома на Славянском бульваре. Из нее к квартирам ведет лифт, но в тот вечер он не работал. По предположению оперативников, лифт нарочно вывели из строя. Шамиль Аглы пришлось вернуться на улицу, откуда пешком пойти к подъезду. В этот момент к нему подбежал преступник и открыл огонь из пистолета. От полученных ранений Джамбулат скончался. Шамиль Аглы играл одну из ключевых ролей в бизнесе по поставкам зелени. Он выкупал лук, петрушку, укроп у крупных оптовиков. Потом его многочисленные газели развозили и реализовывали груз розничным продавцам. Шамиль Аглы являлся монополистом по поставкам зелени на рынки, ярмарке выходного дня, в магазины, в рестораны и т.д. Почти каждый пучок лука, укропа, петрушки, продаваемый на столичных прилавках, проходил через Джамбулата. А между тем, именно Джанеев контролировал к тому времени крупнейший оптовый рынок зелени московского региона. На площадку Равшана прибывали абсолютно все фуры с зеленью, где ее уже покупали партиями авторитетные бизнесмены, главным из которых и являлся Джамбулат. Оптовые поставщики зелени платили в казну воров в законе 100 тысяч рублей с каждой фуры, а также отдельно за каждые сутки торговлю выплачивали проценты. Но этой монополии решили положить конец люди-законников Агифа Ленкаранского. Они предложили торговцам перейти на их торговую площадку в районе Калужского шоссе и платить уже с каждой фуры не 100 тысяч рублей, а 30. Причем источник утверждает, несмотря на новые, по сути, шикарные условия, бизнесмены отказались от такого предложения. В первую очередь это объяснялось тем, что всех денег не заработаешь, а сэкономленные, пускай и десятки тысяч рублей, не гарантируют их безопасность в дальнейшем со стороны Равшана Джаниева, бойцы которого действительно могли не только покалечить, но и убить назидание другим. Но Джамбулатто согласился на выгодные условия и ушел из-под опеки Джаниева. Возможно, это ему бы и простили, но за собой он увел крупных оптовиков. В итоге Равшан лишился определенной суммы, которую мог бы продолжать получать, не уйди бизнесмены конкурентам. И уже по словам оперативников, занимающихся расследованием дела, отмашку на убийство Джамбулата дал именно Линкаранский. И именно двое его киллеров расстреляли бизнесмена. А в дальнейшем якобы и состоялась кровная месть, когда 18 августа 2016 года Равшан Джаниев будет убить в Стамбуле, на бульваре Барбадос. В тот вечер он встречался с криминальными лидерами в баре одного из отелей. Беседы приятелей закончились далеко за полночь, обсуждали последнее громкое событие – арест в Москве шакра молодого. После этого Равшан вышел из отеля и сел на заднее сидение рейндж-ровера, в котором также находился его водитель. Следом пристроилась машина с несколькими сопровождающими, заодно выполнявшими функции охранников. Внедорожник с Равшаном рванул с места, автомобиль сопровождения несколько отстал, что, как оказалось чуть позднее, спасло его пассажиром жизни. Неожиданно рейндж-ровер попал под шквальный огонь. В стрельбу вели не менее трех человек, причем киллеры показали намерение изрештить машину, следующую сзади. Ее водитель предпочел остановиться, а потом резко дал задний ход и ушел с линии огня. Что касается Равшана, то вора в законе с многочисленными ранениями доставили в больницу, где он скончался. Что касается причины убийства, опять же, по некоторым данным, все было несколько иначе. За Джамбулата действительно обещали отомстить, и эти люди были завязаны на Надира Салифова, который, возможно, увидел в этом кардинальное решение в борьбе с Ленкаранским, и в свою очередь также дал отмашку на месть. Так это было или иначе, когда-нибудь станет известно, но факт остается фактом. Джани его убили. К тому же, в свете последних событий, когда 20 августа 2020 года был убит и сам Латугули, человеком, якобы внедренным в его окружение соратниками Джаниевы, все располагает к этой версии. Но пока что это лишь версия, основанная на схожей дате убийства. Равшана убили 18 августа, а через 4 года, только в ночь на 20 августа, будет убит и Салифов. Якобы ликвидацию Латугули приурочивали годовщине гибели Ленкаранского, но что-то пошло не так, и на сутки операция была отложена. Хотя убийца Гули дал показания, что ненавидел Салифова, которого ему приходилось охранять после того, как Надир вышел из тюрьмы, что он устал от его поручений. В общем, кто-то смотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока. Узнать всю правду про воров в законе и авторитетов. Быть в курсе последних новостей мафиозных структур. Иметь представление о том, что происходило и происходит в криминальном мире. Все это на нашем канале Криминальный мир от сайта mzk1.ru. Подписывайся и держи руку на пульсе.